Всем мираба! Вы на канале Turki Space. Я Владимир. Я Олеся. И сегодня приглашаем вас с нами на прогулку по улицам Стамбула, где, конечно же, пообсуждаем последние актуальные события в Турции и в мире, о которых следует знать. Итак, пойдемте. И начнем с новостей Турции. Мы же все-таки в Турции. Так вот, сейчас здесь нешуточные предвыборные бои политических партий. Вся страна в агитационных флагах, плакатах, баннерах, афишах. Повсюду развернутые агитационные пункты, проходят митинги то тут, то там. В общем, общество занято выборами. И по данным Высшей Всемирной комиссии Турции, число турецких избирателей, проголосовавших на президентских и парламентских выборах, даже за рубежом достигло уже почти 2 миллиона человек. И по мнению некоторых экспертов, явка на выборы самой Турции может даже побить рекорд 1987 года. Тогда отдать свои голоса на избирательные участки пришло у аж 93,3% избирателей. Ну что же, первый тур совсем, совсем близко. Ну, давайте от новостей выборов перейдем к другим новостям Турции. В Стамбуле после двух лет реставрации открылась девичья башня. До конца мая вход будет свободным для всех желающих с 9 до 20 часов. Добраться к башне можно на пароме от причалов Каботаж и Саладжак. Паромы отправляются ежедневно с 9 до 7 часов вечера. Поэтому те, кого не напугали цены на туры в Турцию в этом году, можете порадоваться возможности сэкономить. Так как цены конские не только на билеты отелей, но и в целом на все внутри страны. А турецкая газета SOSJU пророчит еще большее повышение цен после выборов. Газета сообщает, что около 400 тысяч объектов недвижимости в Стамбуле пустуют и не сдаются. А все потому, что владельцы попросту ждут возможности повысить стоимость аренды более чем на 25%. Предполагается, что сделать это можно будет сразу же после выборов, намеченных, напомним, на 14 мая. Но не знаем, получится ли у местных получить сверхприбыль, использовав ситуацию. Поживем, увидим. Тем более осталось совсем недолго. Технологические новости Турции. Между Чупуглу и Эмерганом над Босфором состоялась первая межконтинентальная доставка грузов дронами. Систему грузовых БПЛА будут использовать Юрти Чикарго и компания Delivery One. Курьер загружает посылку, которую он хочет быстро доставить, в спецблок и программирует траекторию полета. Груз измеряется системами внутри рундука и отправляется на взлетно-посадочную полосу БПЛА. Дрон прибывает к загрузочному блоку, как только получает заказ на работу, самостоятельно принимает груз и доставляет его в другое место в течение нескольких минут. Вот это да! Можно мне баклаву с дроном доставить? Да легко, ты же все-таки в Стамбуль живешь, еще с другой континента тебе привезут. Да, кстати, про континенты, а помните про паромное сообщение Трапзон Сочи, которое планировалось запустить в июне 2023 года? Так вот, запуск отложен из-за проблем со страховкой. Переходим к новостям западного мира. Болгария перестала пускать иностранцев с неоткрытыми шенгенскими визами. Такие изменения в правила были официально внесены 21 апреля. Решение номер 284 опубликовано на официальном портале для публикации нормативных актов Державин Вестник. Согласно внесенным изменениям, Болгария продолжит пускать в страну иностранцев шенгенскими визами, но только если они до этого хотя бы раз въехали по такой визе в любую страну шенгенского соглашения. Это также подтверждает сообщение посольства Болгарии в Лондоне. В разделе «Визы» на сайте посольства говорится следующее. 21 апреля 2023 года обладатели двукратной или многократной шенгенской визы имеют право на въезд в республику Болгарию только в том случае, если двукратная или многократная шенгенская виза использовалась хотя бы один раз для въезда в страну шенгенского соглашения. В сообщении также уточняется, что аналогичные правила теперь применяются и для виз, выданных Кипром и Румынией. По такой визе нужно хотя бы раз въехать в выдавшую ее страну. Гайки продолжают закручиваться. То ли еще будет Евросоюз тут вот пригрозил Сербии приостановкой безвизового режима, если Белград ведет упрощенную схему получения гражданства для иностранцев. Речь идет о предложенных МВД Сербии в начале апреля поправках в закон о гражданстве, согласно которым получить паспорт страны иностранцы смогут после года проживания в Сербии и при условии работы в местной компании. Еврокомиссия предупредила Сербию, что безвизовый режим может быть приостановлен в случае, если будет сочтено, что предоставление гражданства инвесторам представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств членов Евросоюза. Кроме того, в заявлении указывается, что власти еще в прошлом году давали Белграду четкие рекомендации отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции. При этом Financial Times приводит комментарий советника правительства Сербии, заявившего, что законопроект об упрощенном предоставлении гражданства был всего лишь просто предложением, которое не было принято. Как-то так. К новостям из мира ковида. Помните еще такой? Так вот. Южная Корея с 1 июня отменит все оставшиеся ковидные ограничения, пишет Юнхаб со ссылкой на президента страны Юнсок Юля. Стране понизят категорию опасности коронавируса серьезной до тревожной. Для больных ковидом отменят обязательную семидневную изоляцию, а маски нужны будут только для больниц с палатами для госпитализированных. Для въезда в Южную Корею россиянам достаточно получить электронное разрешение на поездку КАЕТА и зарегистрироваться для получения QR-кода. Тесты для въезда и по прибытии не нужны с 1 октября 2022 года. А еще раньше Корея и США с 12 мая больше не требуют сертификат о вакцинации у иностранцев-нерезидентов. Уведомления об этом опубликованы на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний. Такие вот новости. К новостям из Индокитая. Министр туризма Индонезии Сандиаго Уно тщательно изучит предложение губернатора Бали о введении системы квот для туристов, чтобы избежать общественного замешательства. Об этом сообщает индонезийский журнал «Темпо». Сандиаго также отметил, что связался с правительством Бали, а рассмотрением вопроса займется отдельная команда специалистов. Его слова. «Я уверен, что губернатор хочет сохранить обычаи Бали и сосредоточен на качественном и устойчивом туризме. Но такая система квот не была известна в туризме», сказал министр, добавив, что похожие системы были в США и Франции, однако применялись не в туристической сфере и в местах очень ограниченной пропускной способностью. В начале мая губернатор Бали Ваян Костер заявил, что готов ввести систему квот на посещение острова для иностранных туристов из-за участившихся случаев правонарушений. Жители острова Бали серьезно задачены сохранением собственных обычаев и культуры. А тем временем Таиланд, наоборот, работает над схемами по заработку денег со всех, кто проживает на землях королевства. Так, власти Таиланда планируют ввести выездной налог для граждан страны, а также для иностранцев с ПМЖ, чтобы уменьшить их траты за границей и заодно пополнить госбюджет. Точную сумму еще не определили, но департамент доходов предлагает установить сбор в размере 1000 бат, что примерно 2300 рублей за выезд самолетом и, соответственно, 500 бат за выезд наземным и морским транспортом. Но что, раньше платишь за вход в рай, а теперь еще и за выход. Интересный такой подход. Ну что ж, Таиланд не перестает удивлять. Появилось новое направление для родильного туризма. И это Чили. После того, как власти Аргентины стали забирать ВНЖ у граждан России, покидающих страну после рождения ребенка, десятки российских компаний начали предлагать россиянкам рожать в Чили для получения второго гражданства. Отмечается, что цена рода в Чили почти такая же, как и в Аргентине. А новорожденный сразу же приобретает один из самых сильных паспортов – 12-е место в мировом топе. Родители же при этом тоже могут претендовать на гражданство. Ну что ж, на сколько хватит Чили? И пара последних новостей на сегодня. Посольство России в Черногории с 15 мая 2023 года открывает следующие консульские действия. Оформление заграничных паспортов нового поколения сроком действия на 10 лет, проведение проверок наличия российского гражданства для тех, у кого нет на руках действительных паспортов, оформление нотариальных доверенностей, совершение иных нотариальных действий, оформление справок об отсутствии брака и нахождении на консульском учете. И скоро запустятся прямые авиаперелеты из России в Грузию и обратно. Так что теперь в Грузию попасть будет гораздо проще. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчик и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанной под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Вопросами по поводу аренды обращайтесь на наш сайт, указанный под видео. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!